Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн. Я нахожусь в студии за операторским пультом, а у нас в эфире программа «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь! — Добрый день, Володя! Добрый день, уважаемые радиослушатели! — Все в порядке, мы вас слышим. — Хорошо слышу, да. Сегодня у нас, как всегда, в понедельник «Радиоблог». Напоминаю вам о том, что не забывайте заходить на YouTube, заглядывать в ТВ-клуб «Континент». Там всегда появляются новые ролики и встречи с очень интересными людьми. А сегодня, дабы не терять времени, я хочу представить вам гостью, которую вы хорошо знаете и, надеюсь, не забыли за то время, пока ее не было в эфире. Это Лена Пригова. А наш добрый друг, наш прекрасный корреспондент, который живет в Нью-Йорке. Лена, добрый день! — Привет, привет! Здрасте! Здрасте всем! Ой, после этой жары находиться в холодном помещении просто одно удовольствие, тем более общаться с давним другом и давними друзьями. Я надеюсь, у меня в Чикаго уже появились тоже свои друзья. Всем привет! Да, ну, надежды твои, естественно, не напрасны. Так оно и есть. Периодически мы слышим, чтобы почаще тебя и еще нескольких наших друзей запускать в эфир. Ну, хорошо, про жару мы тоже слышали и тоже имели это счастье, так сказать, здесь. Ну, вот сегодня уже более или менее. Надеюсь, что и у вас все уладится. Вот с погодой как-то можно уладить, не всегда с политической погодой проще просто все улаживать. И вот в частности, ну, не секрет, твое отношение, кто следит за твоими материалами, будь то на ленте Фейсбука, будь то в Континенте, будь то еще в других каких-то изданиях, то знают твое особое отношение к своей, ну, назовем это малой родине, к Украине. И, естественно, ну, хорошо, большая, ну, все-таки, когда ты с синим паспортом здесь, все-таки это как по определению... Это не родина, это страна, где я живу гражданкой, которой я являюсь. Родина может быть в определении только одна. Все, все, мы, ладно, про родину, мать, мы не будем с тобой спорить. А вот о чем я хотел с тобой поговорить, конечно же, о вчерашнем голосовании, о вчерашних выборах, о твоих оценках того, что там случилось, получилось, как ты к этому отнеслась. В общем-то, опять же, не все наверняка читали все, что ты писала в последнее время, и, скорее всего, для кого-то то, что ты скажешь, будет чем-то новым. Ну, а кто в курсе, тот лишние раза хочет услышать мнение человека, который неформально относится именно к теме Украины. Начнем с того, что на прошлой неделе, 18-го числа, произошло очередное радостное событие, после очередного грустного события. Меня в очередной раз Фейсбук забанил за мою украинскую позицию. И 18-го числа я после месячного пребывания, я скажу, украинской мовой за гратами, за решеткой, я была выпущена. Прямо как раз вот под самые выборы. Да, я слежу, потому что то, что происходит в Украине, оно происходит не просто где-то далеко от меня, оно происходит внутри моей семьи, потому что старшая дочь живет в Украине, живет в Киеве. Наши мнения политические расходятся, но семья остается семьей. Вот точно так же с моими друзьями, которые живут в Украине, большинство из них поддерживают мою позицию, и я поддерживаю их позицию. Это большинство моих друзей является в Украине меньшинством, которые отдали свои голоса не за нынешнего президента. Наша позиция достаточно взвешена. Это люди, как правило, образованные, это люди, как правило, это мои коллеги-журналисты, это мои коллеги с телевидения, с радио, которые просто недоумевают, потому что они видят реально то, что происходит на самом деле. А я же, поскольку я журналист и телевизионщик, я вижу своих коллег, которые рвутся во власть, своих коллег в прямом смысле этого слова, потому что некоторые из слов со мной работали в одной редакции. То есть я знаю этих людей, я знаю этих людей, они уже прошли. Они уже прошли, они руководят каналами, мои друзья руководят каналами, телеканалами, радиоканалами, газетами. То есть это люди как бы в теме. Когда мне говорят, откуда ты знаешь, да просто есть профессиональные тайны, профессиональная информация, профессиональный аутсорсинг, и вообще под названием есть такая профессия журналистика. Так вот, у журналистов всегда есть источники информации, но очень часто в наше время журналистика превращается в пропаганду. И вот то, что сейчас происходит в Украине, это то же самое, что происходит в Америке, это то же самое, что происходит в России. Это происходит победа пропаганды над информацией, над разумом, над тем, что происходит. Я не скрываю, я очень огорчена вчерашним выбором. Этот выбор был предписан как бы всей ситуацией, поэтому с одной стороны мы готовились к этому выбору, ничего нового я для себя не поняла, не увидела, не услышала. Я была поражена двум вещам. Первое, цинизм власти, молодой, пришедший на протестном голосовании. Я была удивлена инертности все-таки народа, потому что когда мне говорят о том, что народ проголосовал, я сразу беру цифры и говорю, что да, народ проголосовал. Меньше 50% народа проголосовало. Меньше 50% народа избрали себе ту власть, которая будет ими руководить. И эта власть, хоть и молодая, но она, знаете, как тени толкает. Они смотрят обе стороны, и они бедную несчастную Украину будут растягивать. И как по частям в разные стороны. Но мы видим также вектор движения на словах команды «Зе». И даже их лозунг «Мы их сделаем» у меня вызывает отвращение. Кого? Мы. Кого они сделают? Если они сделают, они сделают прежде всего украинский народ. Почему мы говорим об Украине и украинском народе? Потому что Украина, к сожалению, не является геополитическим игроком. Украина является геополитическим мячом. И вот кто берет этот мяч, тот и тянет эту страну несчастную на протяжении всей ее истории в разные стороны. Но Украина за последние пять лет уже выбрала свой вектор движения. И хотелось бы, чтобы Украина в дальнейшие пять лет, как и все оставшиеся годы, свой вектор движения не поменяла. Хотелось бы пожелать уже вновь избранному составу Рады взвешенности в подходе. Хотя я это не вижу. Я слышу пока одни лозунги, начинающиеся с того, что мы устроим иллюстрацию. А потом я сегодня написала статью, и эта статья уже пошла. Уже ее перепечатывают о врагах. Собственно, кто являются враги и кто кого будет иллюстрировать. Меня очень насторожили результаты. Даже не те 44%, с которыми прошла партия власти, партия Зеленского. Я, недоумевая персоналями, которые попали в эти списки, это персонажи. Это актерские персонажи. Это люди, которые, в общем-то, если мы посмотрим, кто там, 95-й квартал, КВНщики, там есть рестораторы. Там есть много всех, включая даже те, кто не работает. Там есть много всех, которые будут заниматься тем, что они будут от имени партии власти, которой они уже на сегодняшний момент являются, рулить страной. Но меня очень напугал другой фактор, то, что все практически люди из команды, которая была сметена фактически Майданом, они вернулись во власть с ошеломляющим процентом. И вот это меня абсолютно добивает, разочаровывает, потому что это фактически плевок те 14 почти тысяч смертей, которые, вот этот маркировок увеличивается каждый день, людей, которые защищают свою страну на востоке Украины. Это плевок тех, кто, как мог, 10 человек защищали Крым и погибли. Это напоминание о том, что Крым как бы есть, но Крыма как бы нет. И вот это меня очень пугает. Но посмотрим, что будет и как будет. Я прекрасно понимаю, что люди, которые сейчас меня слушают, могут со мной не согласиться. Я прекрасно понимаю, что кто-то тешит в себя надеждой, что Зеленский исправит ситуацию. Возможно. Возможно. Но пока я наблюдаю за первыми шагами, эти шаги уже настораживают подбором кадров. Эти шаги уже настораживают нарративом. Вот недавно Зеленский побывал в Канаде, где выступал. Он начал свое выступление с того, что мы очень нуждаемся в инвестициях. А дальше он, ничтоже не сомнявшись, перечислил все достижения предыдущей власти. Но он при этом использовал местоимение «мы». Когда мы говорим о достижениях Зеленского, который ликвидировал фактически своим указом 159 законов, принятых предыдущими властями, то я хочу напомнить, что среди вот этих законов нет ни одного, который бы принимался Петром Алексеевичем Порошенко и предыдущей властью. Любые протестные голосования всегда плохо заканчиваются. Потому что на любой протест найдется потом свой протест до определенного очередного Майдана. Не дай бог. Да, Лен, ну вот меня некоторым образом смутило вообще в данном случае само название этой партии. Ты знаешь, вот когда кто-то называет себя слугой народа, это неким образом в этом слышится какая-то, я бы сказал, даже издевка. Ирония, ирония. Ирония, да. Ну, в общем, но с другой стороны, как бы имеет право, и еще одно, уже не в порядке критики какой-либо или чего. Ну, полноты власти у него еще по сей день не было, потому что пока Рада была в прежнем составе, естественно, ряд каких-то вещей, которые он хотел проделывать, кого-то уволить и так далее, ему просто не давали. Значит, это дает основание некоторым сторонникам его и людям, которые поверили в то, что он может как-то к лучшему изменить ситуацию, сказать следующее. Ну, посмотрите, он же еще выступил, а вы уже от него хотите что-то необычное, что-то уже сверхъестественное. Ну, дайте парню поработать, а потом судите. Вот как ты на это смотришь? И еще, вот на взгляд людей, которые, в общем-то, как-то мимо пальцев смотрят относительно того, что вот появились люди, которых ты перечислила не по фамилиям, ну, кто следит за Украиной, знает, да? Бывшие еще при прежних, при Януковиче и так далее, вот эти непобиваемые, они очень имеют хорошее отношение, это мягко говоря, да, с Россией, с Кремлем и непосредственно с господином президентом Путиным. Медведчук со товарищей, Медведчук со товарищей, это вечный серый кардинал украинской главы. Он всегда был, он как Кощей бессмертный, он всегда был. И что ожидать в итоге? Это самое страшное, это то, что вот этот цинизм этих людей, а они все циники, политики все циники. Цинизм этого человека, который, вот, его невозможно убрать, потому что за ним стоит Владимир Владимирович Путин. Он родственник Путина, он его кум. Путин является крестным его младшей дочери. Это говорит о том, что это единственный человек, который может разговаривать с Путиным, но он разговаривает с Путиным не языком украинским и Украины. Он разговаривает с Путиным языком Путина. Он с украинцами говорит языком Путина. Это самая страшная пятая колонна, которая есть в стране. Я не знаю, каким образом удастся президенту и его команде всех показать. Я хотела бы, чтобы он все-таки показал, прежде всего, Медведчуку со товарищей. Тогда президент говорит, что мы будем люстрировать всех, кто пришел к власти в мае 2014 года по 19 мая 2019 года. Мне хочется задать вопрос, а мы это кто? Кто будет устраивать эти судилища, эти тройки, пятерки и прочие казни египетские? Тем, кто пришел и кто спас фактически страну. Мне очень жалко, что не прошел Борислав Береза, который защищал Украину как мог в Совете Европы. Мне очень жалко, что не прошли достаточно много порядочных, хороших людей. Они не прошли, потому что им противопоставила большая команда, которая играла в поддавки и пыталась своих назначить. Потому что пришел на место, например, того же Береза совершенно непонятно кто, непонятно откуда. Это непонятные люди, непредсказуемые, ничем не заявившие о себе. Но вместе с тем, то, что сейчас происходит, идет фактически реванш не только Медведчука, идет реванш Коломойского. Да. Идет реванш Коломойского, его денег. И это тоже настораживает. Лен, извини. Ну, смотри. Понятно, что эта партия пришла, эта партия, но они же в оппозиции, вроде как. Это первое. И второе. Может, мы изменим неким своим традициям? У нас пять минут до нашего перерыва, но все линии горят. Видимо, у людей вопросы. Мы будем общаться. Давай пообщаемся. Единственное, я предупреждаю. Если кто-то собирается меня пытаться оскорбить, то я считаю, что это бесполезно. Бесполезно, потому что... Нет, я заранее предупреждаю, потому что у меня есть опыт общения в эфире. Как положительный, так и отрицательный. Я не боюсь камней. Мы будем надеяться, что люди будут выражать свое мнение корректно и призываем их к этому. Володя, можешь подключать. Мы вас слушаем в эфире и, пожалуйста, корректно ведите себя. Слушаем вас. Я никого не собиралась оскорблять. Это первое. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемая Лена, и вы, конечно, не назвали, но я так из вашей речи предполагаю, что вы собирались бы голосовать за Порошенко. Это так? Я собиралась бы голосовать не просто за Порошенко, не потому что мне нравится Порошенко. Я собиралась бы голосовать против Зеленского. Но вы понимаете, во-первых, Зеленский это не ставленник Коломойского. А во-вторых, то, что Медведчук так развернулся на Украине, как раз и есть заслуги Порошенко. Он ему позволил купить три канала. Я сразу вам говорю, то, что произошло вчера и то, что произошло 21 апреля, это все заслуга Порошенко. Это его нерешительность, это его полумеры, это его жажда. Это не нерешительность, это жадность. Можно я сразу буду говорить? Я понимаю, что вы говорите. Я очень быстро складываю информацию. Это его и жажда, и сохранить, и, знаете, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. И вместе с тем уровень коррупции, который остался достаточно сильным. Но я хочу вам сказать, то, что сейчас пришло, называется передел власти. Ничего больше не происходит. Будет передел власти. Помяните мое слово. Дай Бог. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. У нас еще звонок есть. Да, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Формулируйте коротко, я буду отвечать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что были честные выборы? Спасибо. Что вы имеете в виду честные выборы? Ну, не было бы, наверное, подтасовок там или что. По определению выборы все бывают в определенной степени честные. Эти были выборы достаточно честными. Но я вам хочу сказать, напомнить. В этих выборах участвовало 49% избирателей. Так, спасибо. У нас еще звонок есть. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Только не нападайте на слушателей, а то вы взяли такую оборону. У меня такой вопрос. Вы видели декларацию того же Березы? Вы знаете о совместном бизнесе Порошенко и Медведчука? Я знаю. Я знаю не только. Вам это ни о чем не говорит совместный бизнес? Говорит. Говорит. И вы все равно настаиваете, что не Порошенко создал Медведчука. И что потому из-за Порошенко такие люди, как Бойко, Медведчук пришли в парламент. А первый вопрос. Вы видели декларацию Березы? Значит, скажите, пожалуйста, вы знаете, что Береза до этого был бизнесменом? Вы вообще в курсе? Я говорю, вы видели электронную декларацию Березы за прошлый год? Я должна была ее увидеть? Ну, вы говорите о порядочности, не надо увидеть декларацию. Подарки, теща, жена. Там ни одного депутата порядочного нет. Все связано нитью Порошенко. Спасибо за ваше мнение. Вы не слышали, что я сказала? Порошенко виноват в ситуации, которая сложилась сейчас в стране. Он, с его вины никто не снимает. Но в этой ситуации, когда одни решили поменять на других, и когда идет реванш, и мне говорят, что все это не связано с Коломойским, я начинаю смеяться, потому что я прекрасно знаю тех людей, которые постоянно летают к Коломойскому, кого он проплачивает. А скажите мне, пожалуйста, уважаемые, вот вы слышите такое слово «красивая иллюстрация». А кого, как может бухтрировать тот же Зеленский тех, благодаря кому он заработал свои капиталы? Благодаря тем людям, которые приглашали 95-й квартал в свои корпоративы. Как вы считаете? Я, например, хорошо помню папу Разумкова, Дмитрия Разумкова, я хорошо помню Александра Разумкова. Очень хорошо помню, который мне цинично. В 93-м году говорил, лично мне, я с ним сидела в одном кабинете, он мне говорил, ну ты понимаешь, здесь уже все расписано, и здесь у тебя в списках этих нет. А речь шла о переделе Украины. Только и всего. Поэтому я не верю этим людям. Они, может быть, неплохие, может быть, но как только у них внутри, внутри той же партии, слуга народа, кто-то пытается противостоять приватбанку, этого человека выбрасывают из списков, просто элементарно, как тряпку, как мусор. Поэтому вы, наверное, тоже не все знаете. Мы все не все знаем. Но в данном случае, да, Петр Алексеевич очень плохо провел свою каденцию. Очень плохо. Но Петр Алексеевич все-таки во время войны хоть как-то начал поднимать экономику. И те заслуги, о которых я повторяю еще раз, если вы не услышали, те заслуги, о которых говорил Зеленский, выступая перед перспективными инвесторами, это все заслуги Петра Алексеевича. Это все заслуги Петра Алексеевича. Опять же, президент Украины, если вы помните, Украина – это парламентская президентская республика. И если президент что-то не смог сделать, то посмотрите, пожалуйста, на состав парламента. И вот тогда мы будем с вами говорить о заслугах или не заслугах президента. Лен, все прекрасно, но нам пора уходить на небольшую рекламную паузу. И мы во второй части, конечно же, опять послушаем вопросы. Надеюсь, они будут короткие, а твои ответы тоже будут достаточно лаконичные. Ну что ж, друзья, мы продолжаем программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. У нас по-прежнему горят все линии, поэтому мы, очевидно, будем... Единственное, Володя, прежде чем мы начнем, еще раз напомню про ТВ-клуб «Континент» на Ютубе. Пожалуйста, не забывайте заходить, подписываться на этот канал, много интересного найдете. А сегодня еще раз представлю вам нашу гостью, Нью-Йорк, Елена Пригова, журналист. И этим все сказано, с большой буквы журналист. Добрый день, слушаем вас. Слушаем вас в эфире, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Вы меня тогда отключили. Вы сказали, что были, в общем-то, справедливые выборы. Значит, избиратели избрали Зеленского и его партии? Да. 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 Те избиратели, те... Ну, те, кто пришел, да. Ну, кто пришел. Я сказал, избиратели, те, которые избирают. Избиратели, да. Но вы еще раз, я еще раз подчеркиваю, не все избиратели, а меньше 50% избирателей всего голосовало. Просто не пришли люди голосовать, потому что они понимают, а, бесполезность, в, разочарование, полность, полное разочарование во власти. Это самое страшное, что может быть. Но вы должны еще помнить, что не всегда большинство прав. Большинство приводит к власти фашистов. Большинство приводит к власти Хамас. Большинство приводит к власти, потому что, вы понимаете, большинство хлеба и зрелищ. Им хлеба сейчас нужно в Украине. Им мир любой ценой, они не понимают, что мира все равно не будет. И, к сожалению, люди очень многое не понимают. Они идут, любое, я уже сказала в самом начале, любое протестное голосование, оно рано или поздно заканчивается все равно недовольством. Обратите внимание, что происходит в Украине. В Украине на протяжении 28 лет независимости постоянно приходят к власти люди, которые ухудшают ситуацию в стране. Я была в 2014 году категорически против кандидатуры Порошенко. И я знаю, почему я была против. Потому что я хорошо помню, кем был Порошенко, чем он занимался. Но народ его избрал. Народ его избрал на волне военной. Но он, кстати, как президент свою функцию защиты все-таки выполнил. Он, как бы вы ни говорили, что бы мы ни говорили, он создал худобедную армию. И то, что Россия остановлена все-таки на границе Донбасса, а не где-нибудь поближе в Днепропетровске или в Харькове, это говорит уже о многом. Вот за это можно сказать Порошенко спасибо. Все забывают, когда говорят о Порошенко, все забывают, что он был миллиардером. А уже последние опросы, последние данные того же Форбс говорят о том, что он уже не миллиардер. Он даже в список не попал. Это тоже о многом говорит. У этого человека, понимаете, как у политика и президента, есть свои плюсы и есть огромное количество минусов, которые не дают ему права, не дало ему права и доверия народа выбрать его второй раз. Но у тех сил, которые стоят сейчас, мы вам покажем, у Зеленского и у этих ребят, я вижу потенциал гораздо более деструктивный, нежели тот, который сейчас на сегодняшний момент есть у Порошенко и его команды. Я категорически против подобных иллюстраций, потому что подобные иллюстрации, они дают власть тем людям, которые пришли мстить. Месть всегда заканчивается плохо и для мстителей, и для народа. Красные пришли грабят, белые пришли грабят. Пока что, я вас просто хочу отправить в Financial Times. Недавно была потрясающая статья с интервью с Коломойским. Очень интересная статья. И дабы вы просто не подумали, что это я от себя тяну какую-то несу, вот когда беседуешь с человеком, ты всегда можешь задать некоторые вопросы, и эти вопросы человека полностью покажут, кто есть кто, они покажут его замыслы. Он может сказать одну фразу, одно слово, и достаточно проанализировать вот сказанное, и вы увидите всю картину. Так вот, картина, которая сейчас рисуется в Украине, меня тоже не радует. Меня тоже не радует. И я могу вам сказать так, вот сейчас в Нью-Йорке гостит наша старшая дочь с семьей. Они голосовали, они в Киеве живут. Они голосовали за Зеленского. Это очень важный фактор. Чтобы они поняли, насколько внутри семьи происходит. Это бывает, это нормально. Тут тоже в семьях так случается. Извини, просто есть звонки. Я говорю про прощения. Да, у нас говорят все линии, но перед этим можно вопрос от скромного, но заинтересованного звукооператора, который родом, да, из города Днепропетровска, ныне Днепр, и в общем в теме, в ситуации по некоторым причинам, связанной с Коломойским, и заодно Днепропетровск, как известно, это областной центр, как раз вот той области, где находится Кривой Рог, родина Зеленского. Но дело не в этом. Хочу спросить вот о чем. Совершенно понятно, ваша глубокая несимпатия к Зеленскому и к его команде. Это нормально. Ничего здесь как бы удивительного нет. Вопрос так все-таки, какова могла бы быть альтернатива? Кого могли бы и хотелось бы, с вашей точки зрения, чтобы избрали? Я считаю, что в условиях той войны, которая идет, в условиях той пропаганды, которая велась против Порошенко, менять главнокомандующего, я подчеркиваю, главнокомандующего нельзя. Потому что главнокомандующий, какой бы он ни был Порошенко, он все-таки спас Украину, как мог, так и спас. Я не вижу в господине Зеленском главнокомандующего. Я надеюсь, я ответила на вашу ответ. Да, да, исчерпываю. Понял, ответ понял. Спасибо, да. Принимаем звонки. Принимаем звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Так, еще один звонок. Здесь у нас нет ответа. Мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Все, что вы сказали, ну, за исключением, может быть, Томаса, там Порошенко как бы положил руку, что произошло не благодаря ему, а вопреки его действиям. Ну, учитывая то воровство, включая и из армии, все, что он творил, это, ну, вообще уму непостижимо. А страна страдает, люди воюют, погибают, раненых, ну, тысячи. И он ворует прямо из крови народа. Но это невозможно. Не мог народ за него проголосовать. И правильно... Можно отключить вас? Да. Мы вас слушаем, Ленда. Вопрос, вопрос напрашивается. Граждане, о том, что кто-то вор, о том, что кто-то украл, я всегда задаю вопрос, откуда у вас эта информация? Дайте мне источники информации. Дайте мне, пожалуйста, решение суда. Дайте мне, пожалуйста, доказательную базу. Эмоции о том, что кто-то украл и кто-то не украл. Вот Коломойске, например, четко и ясно там прописаны все суммы. Те суммы, находящиеся, и иски, кстати, и Приватбанка к Коломойскому. Дайте мне, пожалуйста, иск конкретный к гражданину Порошенко. Вот тогда мы будем разговаривать. Когда мне начинают говорить, что вот он вор или не вор, я сразу говорю, возможно. Возможно, но пока что все идет бездоказательно. Лен, извини. А у меня нет, очень важный вопрос, чтобы люди просто понимали. А что? Звонки идут дальше? Ну, твоя позиция ясна, я думаю, ты повторишь уже то, что ты сказала. Все понятно. Давайте попробуем, молодой. Слушаем вас, здравствуйте. Вы каждый раз все время говорите, а конкретно вот вы, говорите, что какие бы, где прочтить цифры. Простая цифра. Народ, в смысле не народ, а большинство избирателей, те, которые пришли избирать, они избрали Зеленского. Они избрали Порошенко. Они избрали Зеленского. Кто такой Зеленский? Расскажите, пожалуйста, кто такой Зеленский? Они избрали не Зеленского, они избрали Голобородька. Они избрали вот тот персонаж, который на протяжении двух лет к ним приходил каждый день в дом, в виде слуги народа. Вы понимаете, они избирают тех людей, которых они видят в кадре. Они избирают картинку, они избирают персонаж. Вот это самое страшное, что может быть. Вот так работает пропаганда. К сожалению, так работает пропаганда. Так она воздействует на сознание людей, которые верят телевизору. Я с этого начала. Пропаганда была в руках. Она везде работает, она везде... Понимаете, я не удивляюсь ничего, потому что существуют законы пропаганды, которые внедряются в сознание. Существуют политтехнологии. Вы должны четко понимать, что Разумков успешный политтехнолог. Это номер один парк. Лен, окей, хорошо. Что вы хотели еще сказать? Ну, у нас уже нет этого радиослушателя. Нет, радиослушателя, окей, ну, хорошо. У нас следующий звонок есть. Слушаем вас в эфире. Ну, вы извините, пропагандой занимаются все, в том числе и вы, хотя вы журналист. Но я хочу сказать вам другое. А Порошенко что, новые лица завел? Черновил сумасшедшую? А достойный парень, которого он использовал, которому я лично помогал, волонтеры, Саше Погребинскому, он у него 43-й номер. Но он входит в полицовет и светился. А Черновил на 27-м месте. Вот видите, как ваш любимый Порошенко поступает. Так, окей. Сейчас мне сказали, что я занимаюсь пропагандой. Вопрос в таком случае. Люди понимают, в чем различие между журналистикой и пропагандой? Журналистика обсуждает факт, господа мои хорошие. Пропаганда придумывает факт. Скажите, пожалуйста, где, в каком месте я придумываю факт? Мне может нравиться факт или не нравится. Я обсуждаю факт. Потому что журналистика – это о факте и его комментарии. Если же вы хотите навесить на меня ярлыки, то я сразу сказала, у вас это не получится. Вы можете со мной согласиться или не согласиться. Но давайте будем говорить языком факта. Спасибо. Так, еще Володя. Звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Украину защитил, кстати, Коломойский в трудные времена. Первое. Это он отбил. А нет. То, что он потом пропагандил Хармска, это уже другой вопрос. Я теряю от первого, но это уже другой вопрос. То, что Порошенко не является защитником Родины. Извините меня, это полная глупая. Защитили Родину, вот те солдаты, которые погибли, к сожалению, там, в Донецком аэропорту, в Виловарь. Во многом вина Порошенко. Рассказывать о том, что не меняют у главнокоманд... А какой он главнокомандующий? Он поднял, кроме формы, да? Ему очень легко поменять двойную форму на вышиванку. Вот это то, чем он занимается. Как правильно сказал один из украинских журналистов, Порошенко делает то, что он заворачивает свою ложь в вышиванку. Вот это то, что делал Порошенко. И когда были выборы в 2016 году, я наших местных украинцев, я им всем говорил, не голосуйте за Порошенко. Это будет враг Украины, это будет прохедие этой Украины. Это еще войны никакой не было. И они послушали, точно так же, как и сейчас не послушали. Спасибо, мы вас услышали, спасибо. Я поняла вашу идею. Вы знаете, я могу сказать единственное, что абсолютно слово в слово человек сейчас передает нарратив российской пропаганды. Абсолютно, вот один к одному. Если вы просто посмотрите, что Скобеева и что все остальные россияне из телеящика говорили, вот они вот именно это и говорят. Поэтому спасибо, вам, наверное, стоит просто отключить российское телевидение. А что касается украинских журналистов, то мои друзья, украинские журналисты из разных изданий, они по-разному тоже относятся к тому, что было. Но сказать, что президент не защитил страну, да он как мог защитил. Да элементарно то, что помощь пошла. То, что при Обаме мы ничего, Украина не получила, а при Порошенко она получила. То, что элементарно президент не должен воевать с ружьем, с автоматом. Президент должен другими делами заниматься. И международная политика это заслуга президента. И вот именно заслуга президента Порошенко. Да, были неудачные назначения. Я не думаю, что сейчас будут очень удачные назначения со стороны Зеленского. Я не уверена. Посмотрим. Но просто добивать вот таким образом человека, который сделал свое дело. И есть мнение тех же солдат, которые воевали и воюют, которые поддерживают именно Порошенко. Именно Порошенко. Если вы интересуетесь событиями, читайте, пожалуйста, издание на украинском языке. Тогда вы увидите, может быть, ситуацию немножко под другим углом. Лена, Лена, и то я тебе скажу, все-таки далеко не все, потому что на украинском языке тоже выходит очень много... Естественно. ...того, что не даст картины, а даст как раз те самые нужные мнения, которые хотят внедрить не только в головы своих, но и зарубежных читателей. В 16-м году, в 16-м году, нет, это был 17-й год. В 17-м году меня познакомили мои друзья с радиостанцией «Свобода» в Киеве с ребятами из АТО. Не просто с ребятами из АТО, с разведкой АТО. И мы говорили на разные темы, в том числе мы говорили об армии и о Порошенко. Я могу одно сказать, эти люди с первой секунды на фронте, они постоянно на фронте, они живут на фронте все эти годы. И эти люди за главнокомандующего Порошенко стоят. Да, в армии, конечно, я хочу напомнить, что в 14-м году армии вообще не было. Она появилась фактически, какая не есть, но армия при Порошенко. Тогда вы даете кредит доверия господину Коломойскому, говорите, что он большой спаситель. Но тут я частично только могу согласиться, потому что он является, с одной стороны, защитником своих интересов, потому что в противном случае, если бы русский мир пришел в Днепропетровск, пострадали бы его капиталы очень серьезные. Ну, то есть он внес какую-то все-таки объективность. Он, конечно, внес определенное, но он не бесплатно это сделал. Это во-первых. А во-вторых, очень многие вспоминают, я скажу, украинскую мову, но злым-то их им словом. Именно Коломойского, именно Корбана, которые выполняли свои приказы, не приказы командования, а свои приказы. И, может быть, не было бы и Лавальска, и Дебальцева в таком страшном варианте, в котором он был, если бы не амбиции некоторых людей. Ну, это уже, Леночка, это уже другая тема, и это сослагательная. Здесь речь идет о том, что нельзя очень однозначно относиться к такому понятию, как выборы. Потому что любые выборы, это всегда ищите деньги, follow the money. Ищите деньги, и тогда вы обрящите и ответы, и все, что вы хотите получить. Но из того, что сейчас происходит в Украине, как написал совершенно гениальный современный украинский писатель Сергей Жадан, идет просто передел. Леночка, у нас 5 минут, и все линии по-прежнему горят. Володя сигнализирует мне, что давай попробуем еще услышать кого-то. Но просьба большая, коротко, потому что времени мало. Спасибо. Слушаем вас. Слушаем вас. Вы говорите о фактах. Вот вам простые факты. Ведь основными украинскими каналами телевидения владел Порошенко. Он был у власти. Это сейчас ложь. Подождите, дайте мне сказать. Это не так. Я даже знаю. Это, извините, манипуляция фактом. Потому что у Порошенко пятый канал. И потом появился два года тому назад всего лишь прямой канал. Больше каналов у Порошенко нет. А вот остальные, там 112 и прочие, кому принадлежат? Это все, это Медведчуковские каналы. Вот, вот, вот. Достаточно посмотреть на Униан. Лен, даже не надо тут... Лена, Лена, Лена. Лена, Лена, Лена. Созидим, которым руководит мой коллега, с которым мы в одной редакции работали, Саша Ткаченко, который стал, он в десятку партии «Слуг народа» вошел и стал народным депутатом. Ну вот, все, тут даже не надо возвращаться. Это все понятно. Еще есть звонки? Пожалуйста. Слушаем вас. Слушаем, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Говорите. Добрый день, да. Да, я хотел у вас спросить. Ну, я достаточно далек от проблем в Украине. Но я с интересом, с большим смотрю ролики на YouTube, где новый президент разбирается с администрацией на местах. Вы знаете, это шоу действительно достойное СССР. Вот, вы видели, как... Вы правильно, я все это видела. Вы правильно говорите, это шоу. Секундочку. Вы видели, вы видели, как зеленцы работают. Это шоу, вы правильно говорите. Это шоу. Человек находится в роли. Минуточку, минуточку. Елена, на минуточку. Он ведь на самом деле увольняет людей. Он ставит их, он поднимает их, и они стоят красные, виноватые, потому что он говорит о коррупции. Вот давайте попробуйте не говорить о личностях. А вот есть проблема коррупции в Украине? Конечно, есть. Конечно, есть проблема коррупции в Украине. Проблема коррупции в Украине есть. Больше того. Но дайте же закончить предложение. Ну так, на передаче заканчивается через три минуты. Вот вы как президент, что бы вы сделали, чтобы искоренить коррупцию в Украине? Спасибо. Спасибо. Если бы директором был я. Если бы директором был я. Я бы начала с того, что персонально каждого, по каждой личности бы я смотрела, кто эти люди и что это люди. Кто назначил, что они сделали. Вот таким образом, которым он работает на публику, а Зеленский в данном случае работает на публику, которая воспримет, это скажет, молодец какой, вот взял и поставил на место. Вот никто ж не знает, на место ли он того человека поставил. Суд. Только суд может определять. Понимаете? Только суд. Если хотим мы говорить об Украине как о правовом государстве, то иллюстрация, все что угодно, может быть только законной. Для начала нужно суды нормальные сделать, чтобы судьи были непродажные. Потому что благодаря вот тем судам, которые были, а они не поменялись, и судей никто не смог поменять, включая Порошенко, вот продолжалось то, что продолжалось. Поэтому надо зреть всегда в корень и видеть не... Я, например, считаю, что президент страны в той форме, в которой он разговаривал с кем угодно, у нас в такой форме никогда никто ни с кем не разговаривает. Вы и американцы. Вы себе представили, чтобы американский президент вот так вот разговаривал с кем-то? Да никогда в жизни. Я для себя увидела хама, который на камеру пытается сводить счеты. Да, борьба с коррупцией нужна. Но, знаете, не любыми средствами. Да, Леночка, последний... Лен, с коррупцией все понятно. Это 10 передач еще и не выясним, как это сделать. Последний звонок принимаем и ставим дочь. И ставим дочь. Слушаем вас, слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте. Я уже как бы задавала вопрос вашей гости, ну, полгода назад, примерно, несколько месяцев назад. И она мне, получается, что соврала, когда я спросила, есть ли у Зеленского какие-то дела с Россией. И оказалось, что у него не было никаких с Россией. Даже с Россией, как бы, начиная с 2014 года, не было. То есть, как бы, нехорошо. Так, все, с вами понятно. У нас минута осталась одна. Отвечай. Потрясающе. А вы считаете, что вот те сериалы, которые шли, это не дела с Россией? Это не дела. Это не дела с Россией. Это не дела с Россией. Это так. У него такого ничего в России не было. Не в самом деле. Прекрасно. Да, он мог физически не ездить. Он снимал для России кино. Он снимал кино. К нему ездили те люди, которые в списках. Он снимал этих свотов. Он все прекрасно это делал. Поэтому не надо, когда мне говорят, соврала. Вы знаете, вот сейчас употребили такое слово, которое вообще, мягко говоря, прилично употреблять. Я могла допустить неточность, но уж точно не соврать. Все, Лен, у тебя 10 секунд, но не на оправдание, а на то, что ты сказал. Я не оправдываюсь никогда. Я имею твою позицию, свою точку зрения. Естественно. Ну, так вот, слушаем. 10 секунд. Время пошло. Я должна сказать. Ну, конечно. Мы выходим из эфира. Понятно. Я надеюсь, я надеюсь, что Украина не очень пострадает от того, что пришло сейчас к власти. Я надеюсь, что украинцы достаточно быстро разберутся, если что-то не так будет. И я надеюсь, что в Украине все-таки достаточно вменяемых нормальных людей, которые смогут направить страну в нужном направлении. Спасибо. Я тоже надеюсь, что мы уже вне эфира. Спасибо. До свидания. Доброго, ребята, новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok